Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших передач, о которых мы рассказываем про интересных людей. И сегодня у нас в гостях один из активистов нашего движения. На мой взгляд, это очень интересный человек. Я даже помню, как он появился после митинга молебна 1 октября. Он вышел 2 октября на одиночный пикет с плакатом «Не верю, что калмыцкая земля не родила ни одного достойного возглавить мэрию». Это Александр Лот. Здравствуйте, Саша. Всем привет! Саша, ну сразу первый вопрос. Очень многие мне его задают, когда мы говорим про тебя. Почему у тебя такая фамилия? Почему ты выбрал или как такую фамилию? Да, на самом деле мне тоже задают такой вопрос частенько. Расскажу с самого начала. Наверное, расскажу, откуда я родом, какие у меня корни, являюсь ли я калмыком или дорогой националист. Мои родители родом из Цаганамана, из тех краев, Волжский, Торгуды. Отец у меня Убушиев Сергей, мама Бадмаева. Убушиев? Ты ему одну фамилию задал? Получается, да. Они оба Торгуды. Родом я с Цаганаманом. Ну, собственно, на фамилию, почему такая у меня необычная. Потому что, когда я поменял на свою маму фамилию, стал Бадмаевым. Ну, там, по личным причинам. То у меня появился двойник. Двойник, которого звали Бадмаев Александр Сергеевич. И год учреждения у нас совпадал. В связи с этим были путаницы в банке, в налоговой. То есть уже документально. То есть в определенных учреждениях тебя путали с ним? Там какие-то долги, может быть, да? Мне приходило налоговое уведомление за оплату объекта, который в городе находился. У меня не было здесь такой собственности. А в базе ты где-то с ним перебивался, да? Да, так получилось. А тогда только вводил, вводилась электронную систему платежей, карточек. Почему именно Лот? Потому что на тот момент мне было 24 года. Я читал книгу, и в древности жил такой человек. Звали его Лот. И мне его характер как-то был близок по душе. Лот из Содома, да, по-моему? Да, это событие, связанное с Содомом и Гамором. Думаю, вы можете найти в интернете, почитать о нем. Ну, то есть только из первоисточника. Там есть много искаженных, да. И я долго размышлял, кто такой этот человек, и почему на нашем гербе калмыцком цветок лотоса, в честь кого он был назван, именно этот цветок. И долго искал в интернете, не нашел точной информации, но предполагаю, что в честь именно этого человека был назван цветок лотоса. Лотос, да, по-гречески лотос. А по-калмыцки фамилия Бадмаев, как Бадым, означает тоже лотос. И тогда я решил, ну, принял такое решение, взять себе такую фамилию. Короткую, ясно. Потому что, когда я в Москве работал, часто переспрашиваю, как правильно пишется фамилия Бадмаев. Ну, для них это резало слух и часто переспрашивают. Потом, тогда я подумал, если я буду, придется менять фамилию, то я возьму такую короткую фамилию. И вот взял фамилию Лот. Кстати, в Корее такой фамилии нет у корейцев. Она встречается больше в Германии, и в России есть пару семей. Ну, очень круто, если ты еще связываешь его с национальным, да, Бадым Лотас, да. Да. Стас, ну, давай сразу перейдем. Что тебя сподвигло, почему ты решил выйти 2 октября именно с таким текстом, именно, именно почему ты выбыл пикет, почему ты не вышел на митинг, почему ты там не спел песню, да, грубо говоря, почему ты выбыл форму такого выражения, как пикет, одиночный пикет, потому что мы знаем, да, что ты постоянно выходил, до сих пор выходишь, один и всегда с такими заголовками там. А форма пикет, потому что это одна из форм воли и заявления, и то, что я мог сделать это со своими физическими возможностями и в рамках закона меня это тоже интересовало, чтобы лишний раз не навлекать на себя штрафы какие-то, да, но в то же время и выразить свою позицию. Я решил, что первым делом я сделаю пикет, одиночный пикет. С человеком я проконсультировался, который уже, ну, тоже выходил, чтобы, ну, не нарушать закон порядок. Я узнал, какой порядок одиночного пикета, написал пикет, подошелся и вышел. Не боялся первый раз? Я не боялся, но так как первый раз, ну, было небольшое волнение, там, как вообще будет проходить пикет, как будут люди реагировать на это, и все. Спустя полчаса-час это волнение пропало. Я понял, что люди тоже бы вышли бы с пикетом, но пока вот я вышел. И для меня было важно своим примером показать, что и другие также могут выйти спокойно. Ничего в этом такого страшного, тяжелого, ну, нет вообще. Я считаю, что я этого добился. То есть после меня стали люди выходить. Это вот Тина Тин, Валентина Владимировна. Еще один поэт. Ну, массовые пикеты же были. Да, ну, нельзя сказать, что я первый там вышел. До меня выходили люди, но вот именно так массово, наверное, я подал пример такой, что люди могут выходить, выражать свое мнение и в рамках закона. Пожалуйста. Толго с ним будет. Мы вот говорим у нас, да, студии о том, что пробудившиеся граждане, которые хотят защищать свои права, хотят влиять на политику республики. Ты тоже относишься к одним из тех, я в этом уверен. Вот расскажи, пожалуйста, прокомментирую, пожалуйста, как, что и как именно тебя это задело, что тебя сподвигло выйти на одиночный пикет именно у второго к тебе. Самый первый раз. Меня сподвигло то, что было назначено временно исполняющими обязанностями, ну, я считаю, незаконно, Дмитрий Трапезников. Я немного, даже особо не копался, но я знал, что он из ДНР, ну, а в ДНР ситуация была не самая лучшая, да, там и, ну, неизвестно, что там происходило, как говорится, на войне, первым погибает правда. И те люди, которые там руководили, ну, очень сомнительно, сомнительные личности, я считаю, на мой взгляд. И вот к нам присылают такого человека, ставят его у руководства города. Меня это, естественно, возмутило. Потом дальше, больше, дальше я искал информацию по нему и все больше убеждался, что этот человек нам не нужен, как руководитель города. Как гость пусть приезжает, да, пожалуйста, но качество руководителя нет. Почему? Потому что я с 14-го года наблюдал за ситуацией в Украине, да, вот с этими Майданами, войной вот это на востоке Украины. Мне, честно говоря, не очень нравилась эта ситуация. Я считал, что, ну, не должно быть так, не должно быть разделение внутри государства, да, мы же за целостность своей страны боремся. Так же считаю, что и государство Украина тоже должно оставаться целостным. Причем никто там не ущемлял, насколько я понял, жители ДНР и других областей. Ну, как бы, я считаю, что там во многом было создано искусственно эта ситуация. Не, ну, ты не отвечаешь на вопрос, почему ты вот против него, почему ты возмутился, почему ты решил уйти, почему ты встал, почему ты в движении? Да, во-первых, это сама личность Дмитрия Трапезникова. Ну, он работает, видишь, сегодня избрали его уже главой администрации. Да, он, однако, работает. Я считаю, что благодаря движению активистов, таким как Саналов Буши и Макс Целин, он работает, он не сидит, не отсиживается, а именно работает. Иначе было бы так же, как и прежние, например, да. Мы думаем, что вот, там они работают, и все. Ну, не проявляли бы никакой активности. Но вы показываете, что интересуетесь судьбой города, судьбой республики, и им приходится работать. Я так и считаю. То есть это, вот, согласен с тобой. Вот то, что мы все вместе делаем, это называется восстановление гражданского общества у нас. Да, это нормальный процесс, во всем мире так происходит. Собственно, и в России революция затевала, чтобы создалось такое общество, которое управляло бы, самостоятельно управляло бы государством. Ну, собственно, это и сейчас происходит. Мы пытаемся активно участвовать в жизни города и республики. Все это нормально. Это хорошо, да, наоборот, потому что мы, как бы, оказываем общественный контроль, который благодаря интернету, благодаря сетям. Да, без контроля от жителей города и республики так просто не будет. Там все хорошо, я считаю. Так и происходит, коррупция и, ну, другие прочие вещи, когда нет контроля, нет... Ну, сейчас выходит так, пришел работать, значит, надо работать. Работай, парень, правильно? Ну, как бы, раз мы его не можем, вот так, нет у нас таких полномочий его убрать, да, то... Пусть работает. Конечно, пусть работает. Но уже, парень стоять же. Что еще делать, да? Саш, ты в своих одиночных пикетах, мы с тобой разговаривали на эту тему, да, ты ни разу там прямо не задел главу Калмыкии Бату Хасик. Ни разу прямо. У тебя был один плакат, когда ты писал «Помидоры в огород», спортсменов, спортзал, там, еще что-то такое, но ты ни разу не задел его, ты не написал «Бату уходи», не написал там что-то, вот, по-моему, так будет. Если я ошибаюсь, ты... Почему? Ты до сих пор веришь в Хасикова? Нет, я с самого начала не верил в него. Я, наоборот, когда только были выборы еще, вернее, перед выборами, я писал, что я очень сомневаюсь, что Бату сделает что-то хорошее для республики, станет лучше Орлова. Когда я его видел, когда он представлял автобусы, дарил автобусы, и он делал то же самое, что делал господин Орлов и, ну, Кирсан Николаевич, да? Картинка не менялась, только видится, менялась и все. Я в тот момент, я прямо убедился, что ничего не изменится с приходом Бату Сергеевича, несмотря на то, что, ну, многие люди его поддерживали. Я и раньше особо не смотрел за его чемпионатами, за его соревнованиями, да? Мне это просто неинтересно было. Ничего не хочу ему плохого сказать, но почему-то он мне внутри не был так симпатичен, как многим жителям в республике, да? В плане, там, спортсмен, он хороший еще. Ну, спортсмен, спортсмен, да. Тем более сейчас я так размышляю, что он даже и не пытался, мне кажется, защищать честь республики. Насколько я так смотрю, он делал для себя свою спортивную карьеру, он делал, прежде всего, для себя. Это наглядный пример, когда Царин Кирген принес ему флаг после его победы на поединке. И Бату его, ну, я не знаю, правда, специально или не специально, но он его скинул из себя. Я думаю, навряд ли специально, он не будет так делать, мне кажется, нормальный человек не должен так делать. Что тебе будет? Ну, дай бог, да, что это было. Нет, я думал так. Я считаю, что это очень показательно, что у него не было такой цели именно защищать себя. Я думаю, не было цели, но было так, но не было цели, может быть. Или, может, он был там после боя, там, в порыве, там, в радости, какого-то там. Ну, это мое личное мнение, да. Я думаю, что нам, это жители республики хотели вот с помощью Бату как-то выйти на российскую арену, да, вот, спортивную и на международную. Ты сомневаешься в его спортивных достижениях? Нет, я не сомневаюсь, но я сомневаюсь в том, что было ли его желание такое представлять нашу республику на российской арене и международной. Я в этом сомневаюсь, но я не сомневаюсь в его достижениях. Да, действительно, я вижу, он, ну, старался, да. Нет, мое мнение такое, да, я согласен, что он, да, развивался, потому что это было, как бы, средство существования. Спорт, да, он этим жил, развивался для себя, в том числе для развития своей политической карьеры, чтобы потом кем-нибудь когда-нибудь стать. Поскольку ты знаешь, что спортсмены долго, как бы, они не ведут свою деятельность, там, до 30 лет, и все, ты не можешь быть постоянно профессионалом. Вот так вот. Саша, а вот последнее время, да, мне очень, я с тобой вот полностью согласен в том аспекте, да, в том вопросе, что ты выходишь с плакатами именно против Казачко Анатолия Васильевича, председатель Народного Урала Республики Калмыкия, я, я пришел к такому мнению, да, что Анатолий Васильевич за себя сиделся, что Анатолий Васильевич, ну, не нужен он нам для Калмыкии, не нужен он. Он, я даже могу сказать, что он враг калмыцкого народа, поскольку ничего хорошего не делают они для Республики, и я считаю то, что он приложил руку к тому, чтобы не допустить к выборам двух кандидатов, кандидатов, это вот про, я имею в виду Владимира Николаевича Моцаркова и нам сыра Викторовича Манжиева, вот, это люди, которые не дают нам право выбора нормального, вот он, и он относится к ним, так же, как и Декалов, так же, как его замка Дудинова, вот, скажи, вот, ну, это единородцы, и, как бы, не так, скажи мне, пожалуйста, да, вот, как ты пришел к этому, почему ты сделал такой вывод, вот я, мы с тобой разговаривали об этом, я знаю, хотел бы, чтобы ты сказал публике, подписчикам нашим. Ну, борясь за то, чтобы Торпезников не был главой города, я решил, что параллельно и надо затронуть тему Анатолия Васильевича Казачкова. Нет, и ты, чуть-чуть, забегаясь вперед, как ты пришел к этому, почему он, вот, почему он не нужен, почему ты там Ждуна поставил, да, там, мы, мы ждем, когда вы уйдете, вот так вот, почему ты пришел к этому, да? Ранее, лет 10 назад, наверное, я уже слышал, Анатолий Васильевич Казачков, то, что он не нужен в нашей республике, не просто потому, что он такой человек, да, люди были недовольны его работой, я так понимаю, но какой работой, я не знал, да, просто слышал такую фамилию, слышал, что вот, ну, на него люди жалуются. Ну, не интересовался ты, да, до конца ты не вникал в это? Да, я не знал, кто он, чем он занимается. Ну, в связи с сегодняшними событиями я понял, что он является председателем народного хурала, а значит, и решает важные вопросы в республике. И раз, я так посчитал, раз сейчас я не могу убрать с поста главы города Трапезникова, то я пока между делом займусь и Анатолием Васильевичем Казачковым. Ну, в плане того, что выйду с пикетом, одиночным пикетом за отстранение Анатолия Васильевича Казачкова, и все. Одно другому не мешает, как бы, между делом и Анатолию Васильевичу тоже надо проводить на пенсию, я считаю. Я записывался к нему на прием, ты видел, я был прием, да, ну сколько, я знаю, прием не состоялся, но я хочу опять пойти к нему, ты пойдешь со мной, ну, вместе со мной, пойдем? Ну, да, могу. Все, отличный, Саша, а вот, помнишь, когда начинался вот все, да, начиналось это движение, и мы выходили, вот, чисто, против трапезника, даже царян Басанга выходил на молебни, да, видел видео, да, говорил, нет, нам нужно бить в одну точку именно в трапезников, в трапезников, и все, и мы, вот, там, есть люди, которые были за бату, есть люди, там, ну, за другие какие-то политические сети, но нас сейчас волнует это трапезников. Вот, согласен ли ты с тем мнением, да, что у нас, вот, мое мнение, что нас волнует не только трапезника, у нас волнует та власть, которая допускается сегодня-то такое, что мы не должны быть в одну точку, мы должны, и сегодня у нас уже формат, мы вроде как, и я уже не как, там, прям против власти иду, я несу, несу такую идею, там, развитие гражданского общества, да, чтобы мы, в очередь, правильно выбирать правильных людей, вот, согласен ли ты с таким мнением, что нам уже это нужно? Согласен, безусловно. У нас очень много целей, по которым нужно работать, но также, я считаю, нужна стратегия борьбы. Учитывая предыдущий опыт оппозиционеров, то, что у них было также было не меньше, чем сейчас, сегодня проблем, но у них была не такая эффективная борьба, как мы считаем, поэтому мы приняли решение бить по одной точке сначала, ну, как это во всех воинах и происходит, да, бьем по одной цели, добиваемся ее, разрушаем ее и дальше переключаемся на следующую цель. Так как у нас ресурсов не так уж и много, то мы выбрали такую стратегию, бить сначала по одной цели, то есть... У нас один ресурс, Саша, публичность дивизиона. Ну, по возможности параллельно можно, конечно, и другим вопросом заниматься, чем вот мы и, собственно, занимаемся тоже. Поднимаем вопрос, сходим, вот, выходите на депутатов, снимаетесь, все. Без этого тоже, я считаю, ну, движение бы дальше не пошло. Ну, не оно должно быть, поскольку мы должны наших избранных лиц показывать. Потому что вот в ходе нашего движения, да, ты знаешь, у нас очень много сторонников, очень много активистов. Так получилось, что мы стали, как бы, двигаться сторонниками, ну, в одном движении с нашими. Вот только, что ты упомянул оппозиционера, да, я так понял, что ты имел в виду стальков-разбойников. Да, ну, это очень. Разделяешь ли ты их взгляды на нашу политику? Ну, безусловно, да, разделяю. Они правильно вещи говорят, и они думают широко, намного шире, чем мы. Существует такое мнение, извини, перебью, существует такое мнение, и очень многие его высказывают, да, и очень многие люди отворачиваются от нас, увидев рядом с нами, там, того же, ну, стальков-разбойников, да, грубо говоря. И говорят, ну, они ничего не добились, ничего не добились, они кричат, они только и делают. Вот. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, на то, что люди говорят, что они ничего не добились, я считаю, что они очень много сделали, на самом деле. Они до сих пор стоят, то есть, другие люди бы развернулись бы, вышли, да, и сказали, все, я ухожу из политики, да, как некоторые могут сказать. Но однако же они стоят, до сих пор борются, вот это очень показательно. Вот есть пример стойкости, да. Это есть пример стойкости. Да, стойкость сегодня. И если бы не они поднимали эти вопросы, то мы бы, может быть, так бы не вышли мы сегодня, я считаю. Так настойчиво. Энерничные ребята, да? Да, я считаю, что они как одна из опор, на которые мы должны опираться. И я считаю, что без связи поколений будущего тоже нельзя ожидать хорошего будущего. Это как было при революции 17-го года. Молодые революционеры, они плюнули на опыт старшего поколения и пошли делать новую страну, и на нормальный много дров. А мудрость, которая была накоплена стариками, она не была использована. И считаю так. Поэтому надо обязательно быть в общении с старой оппозициями, как стариками-разбойниками. Опираться на них. Вот, давай поговорим о Штыгаши. Как ты относишься, как ты относишься к его высказываниям, вообще сейчас в ситуации, в которой у тебя что творится? Честно говоря, сначала я не придал такого значения, да? Где Штыгаши, где Хакасия, где Республика Калмыкия? Это могло, как бы, остаться незаметным. Но так как он затронул, можно сказать, не только честь для народа, считаю жизненно важен, на такой момент, как безопасность калмыцкого народа, то по этому поводу нельзя было это оставлять так незамеченным. Потому что не сегодня, а завтра там люди другие, которые, молодое поколение, начнут тыкать пальцем, говорить, это калмык, это предатель, как и было в Сибири. Нужно было показать, что калмыкам нельзя трогать. Так, что никакой народ нельзя трогать, нельзя так огульно... Ну да, хорошо сказал. Огульно, да, обзывать его. Когда очень много людей погибло под знаменем... СССР? Под знаменем, да, Советского Союза, борясь с фашистскими оккупантами. И вот такое сегодня слышите, что это неправильно. И в то же время было много русских солдат, которые переходили на сторону немцев. Я их не осуждаю, но это факт. В каждом народе было, да. Да. Как говорят же, есть же, да. Ну, это было, да. И... Что будешь еще хотел рассказать о себе, Саш? Я вот знаю, что ты там на мотоцикле ездишь, да, любишь, что. Ты... Ты христианин, да, протестант? Да. Ну, почему ты выбрал такую еду? Я не выбрал. То есть, если я бы выбрал, да, можно сказать, ну, предатель, да, предал свою веру, да. В школе, когда мы перешли из коммунистов, из октября, от пионеров, мы стали возвращаться к своим истокам. Ну, то есть, калмыки к буддизму, русские к православию. Я также стал интересоваться буддизмом, верой своих предков и считал, что я настоящий буддист. То есть, я калмык, да, я носил бу, берег ее, там, когда я купался, я ее клал, но надежно, чтобы она не утонула, либо. Ну, до тех пор, пока однажды со мной не случился такой случай, который дал понять, что Бог существует. Все после этого у меня в голове все перевернулось. То есть, я стал верующим, я стал понимать, что Бог есть, и Он все, ну, видит, слышит нас. Так я стал христианином. Так ты стал? Да, то есть, я не от человека, не кто-то мне там сказал, давай, будь христианином, да. Я, наоборот, очень упертый, как Фома неверующий, мне очень сложно в чем-то переубедить. Вот только вот такой случай меня переубедил. То есть, нечеловеческий фактор здесь был. Да, то есть, ну, понял, понял. Саша, вот ты делаешь, что ты вот, как бы, интересуешься жизнью в республике. Вот ты сказал, да, что ты интересовался жизнью, там, на Украине, да, с 14-го года. И, на твой взгляд, да, какая одна из острых проблем в республике, которую нужно решить, вот, и как нужно решить, вот, ну, именно, на твой взгляд. Я считаю, что один из острых вопросов, проблем, это на сегодняшний день это жилье для молодых семей. И для молодых семей и для одиноких, я считаю, тоже это проблема. Потому что одинокие люди, одинокие парни, у которых нет своего жилья, нет, соответственно, нет работы нормально, да. Они, соответственно, не могут найти себе вторую половинку. А те, которые уже соединились в семейной паре, да, для них тоже, для многих, я вижу, есть проблема. Это жилищный вопрос. Им приходится арендовать жилье, работать, чтобы отдавать, ну, аренду за это жилье. Получается, как, да, белка в колесе, кружится, кружится, и не знаешь, как из нее выйти, из этого положения. Тут нужна поддержка, считаю, от вне, без этого никак. Когда вот люди с Сибири возвращались, им от государства выделялись субсидии на покупку строительных материалов. С этих строительных материалов люди строили себе землянки, дома, и потом со временем давали эти средства, возвращали к государству. Как сегодня кредитуют американские банки, европейские банки под нулевые проценты или под один, под два процента. Все, это нормально. Чтобы решать социальный вопрос? Чтобы решать свои жилищные вопросы. У нас же сегодня, не знаю, эта проблема очень сильно буксует, считаю. Ее, в первую очередь, нужно решать. А семья, это является фундаментом общества. Без нее общество не состоится. У меня такой вопрос. Какой бы ты хотел видеть Калмыкию? Калмыкию будущего? Или что будущего-то? Калмыкию будущего я вижу, как Швейцария. Небольшая страна по территории, небольшой народ. Для нас он, конечно, большой, по численности, но по европейским меркам и по международным это небольшой. У нас очень много сходства. Там тоже воинственный народ. Считается одна из лучших армий в мире. Швейцарская армия. Там есть очень хороший девиз. Я удивился даже. Я думал, это фильмы только такие девизы. Один за всех и все за одного. А это девиз швейцарского государства. Там безопасно для банковских услуг. Там очень развитая страна. Очень развитая страна, да. Но она развита благодаря жителям Швейцарии. А жители Швейцарии, кстати, они, насколько я знаю, они протестанты, они христиане. Ну, этот момент, как бы, ну, я считаю, важен, да, ну, что я хотел бы перенять от них к нам, это свою вот мобильность, свой дух, вот этот калмыцкий, да, который нам очень близок со швейцарцами. Мы тоже один за всех и все за одного по духу. Также мы можем обеспечить для банков такую безопасность, которая привлечет инвестиции и людей, которые имеют какой-то капитал свой. Потому что для бизнесмена очень важно хранить свои сбережения там, где безопасно. Ну, надежно, да, надежно безопасность, да, конечно. Для малого и среднего бизнеса также важно налоговое послабление и безопасность. Вот, что бы я хотел бы, чем занимались полицейские на самом деле, да, это не выкручивание рутам, активистам и правозащитникам, а защита, прежде всего, бизнесменам. Малого и среднего бизнеса. Чтобы было развитием. Да, будут развиваться малый и средний бизнес, будут средства и у простых жителей. Потому что они дают и работу, они дают, они, как так вкладывают, да, средства. Через налоговое послабление. То, что ты сказал, да, про околонный следух сейчас, да? А вот у меня в гостях, на прошлой передаче, было время Данилова, смотрел камеру, да? Да, я смотрел, но не до конца. Ира сказала, высказала такую версию, и она вот, в связи с этим, она отошла, это была причина того, что она немножко отошла от движения, перестала быть активной. Она сказала то, что мы решили за всех, что нам всем это надо, а оказалось, что не надо, стало людей меньше ходить, стало людей меньше интересоваться. Я, например, не согласен с этим мнением, поскольку я знаю то, что, наоборот, еще больше сейчас пишут, говорят, приглашают на встречи. Какое-то твое мнение хотел послушать по этому поводу? Я считаю, что движение молодых активистов и немолодых активистов пробудило, я не знаю, если не все, то большую часть общества в Калмыкии. И оно выявило очень много интересных новых людей, которых раньше мы о них не слышали, не знали. Я вам, например, яркий пример, это Юрия Бушинова недавно брала интервью у специалиста Сангаджи Алексеева. Я очень был рад. Очень умные вещи говорили. Я был очень рад, что он сказал. У него же образование прям соответствующее. Да, это один из примеров, когда вот люди стали выходить, стали говорить о себе, о проблемах в Калмыкии. И они, я вижу, хорошие специалисты. Я считаю, что без этого движения не было, наверное, такого подъема. Поэтому я считаю, что очень полезно было возрождение. Отлично. 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 Саша, что бы ты еще хотел бы рассказать, о чем бы поговорить? Ну, хотел бы пожелать, чтобы люди не отчаивались. Жизнь, она меняется со временем. Мы же не знали, что в этом году, ну, в том году будут такие движения, да, никто этого не ожидал. Жизнь, происходят перемены. Когда-то уйдет и Трапезников, возможно, служат свои полномочиями в эту Сергеевичную. Будут перемены, но нам надо быть к ним готовыми. Так просто сидеть и отмалчиваться или ни о чем не думать, что это проигрышный вариант. Что нужно делать, нам нужно готовиться, что именно? Нам надо сейчас побольше привлекать или, не знаю, как создавать сообщество, куда будут входить. Вот такие люди, как Сангаджи Алексеев, Юрий Абушиев, Санал Абушиев, Макс Аденов, молодые активисты, люди из старой оппозиции. Нам нужно очень много специалистов именно в области экономики, в области права. Нам уже открытые диалоги, круглые столы. Оттуда уже у нас появятся цели, направления. Ты говоришь о гражданском обществе, чтобы люди стали говорить, чтобы люди стали выступать. И тем самым больше пробудим людей. Да, и у нас появится уже в голове какой-то примерный план действий, направление, куда двигаться дальше. Саша, я постоянно задаю такой вопрос. Если бы ты оказался на приеме наедине с Анатолием Васильевичем, что бы ты сказал? Сказал Анатолий Васильевич, не пора ли вам уйти на пенсию? Санта-Барбара уже закончилась, давно уже. Я думаю, и ваша карьера тоже должна уже закончиться. Итак, дорогие друзья, я был Александр Лот. Спасибо, что пришел. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»